МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает Росгострах. Год 1954-й. Советское правительство принимает решение о строительстве в пойме реки Москвы в Лужниках стадионного комплекса. Столицы спорта в столице страны. Вот что значит мирная жизнь. У ГОСТРАХа растет число договоров накопительного страхования жизни, когда выплаты получаешь не только при страховом случае, но и по достижению определенного возраста. В СССР начато освоение целины предстоит распахать 40 миллионов гектаров. Спортивная арена Лужников станет главным футбольным полем страны. Здесь пройдут финалы Олимпиады, Кубка УЕФА, Лиги чемпионов. И здесь ожидается финал Чемпионата мира по футболу 2018 года. Росгострах. 95 лет вместе со страной. Что ж, команда удаляется на перерыв. Отдохнем и мы, товарищи. Итак, вновь говорит футбол, говорит футбол. Год 1924. Первый в истории матч сборной СССР. Товарищеская встреча со сборной Турции. НЭП, новая экономическая политика, допускает частное предпринимательство и хозяйство страны, оживает послевоенного коммунизма. Первые регулярные советские авиарейсы Москва-Нижний Новгород и Москва-Тифлис открывают перед гострахом новые горизонты страхования воздушных перевозок грузов и пассажиров. А свой первый матч сборная СССР у сборной Турции выигрывает 3-0. Росгострах. 95 лет вместе со страной. Обзор для вас озвучит Эльвин Керимов. Стартуем. Ростов на неделе стартует в Лиге Чемпионов. И можно сказать, что генеральная репетиция проходила в рамках премьер-лиги. Соперником Ростова была неуступчивая команда из Самары. Крылья Советов. Ну и вот смотрите, как бодро гости начали эту встречу с дальнего удара. Ну а мы пока о составах поговорим. У Ростов в воротах в старте мест занял Никита Медведев. У Баронев в центре Кудряшов. Мевля, новичок Гуе. Тоже еще одно приобретение. Байрамян Терентьев на флангах. Ерохин приопелится. Румынский новобранец Ростова и Калачев. Но и в атаке полоск Бухаров. Еще одна атака Самарцев. Бакогу на ваших экранах нападающий. Крыльев Советов, который играл в паре с Бруно. Состав команды Франко-Герферкаутер. На Ростов, напомню, Ростовом руководит Дмитрий Кириченко. Вым помогает Иван Данильянц. Состав гостей Лория в воротах. Бату, Нацин, Таранов. Три центральных защитника. Салагов, Яченко на флангах. Молло, Башкиров, Чочиев. Это средняя линия. Бруно, Бакогу. Атака. Середина первой половины. Вновь мы видим, как по-хорошему дерзко ведет себя Самару. Дальний удар Джани Бруно. Крылья Советов перед этим туром располагались на последнем месте в турнирной таблице. И, конечно, нуждались в победе. И готовы. В общем, были, наверное, преподнести их сенсацию. Посмотрим, получилось или нет. Счет в матче открыли хозяева. Несмотря на что, Александр Бухаров после подачи Дмитрия Повоза на 33-й минуте красивым ударом со второго этажа вывел свою команду вперед. Этот гол стал первым для Бухарова в наступившем сезоне. До этого на свой счет записывал голевые передачи. Две в матче с «Зенитом». Ну вот, наконец. Наконец, и гол случился в исполнении бывшего нападающего Казанского Рубина. Хороша была подача Повоза, который играл в паре с Бухаровым. Ну и шансов никаких лауреев форвард хозяев не оставил. Фрагмент на второй половине встречи крылья Советов на 54-й минуте сумели счет сравнять. В протоколе матча этот гол был записан на счет Александра Ерохина, который направил мяч в собственные ворота. Ну а нам крупным планом показывают Бакогу, смотрите, подача. И от головы или плеча Ерохина мяч влетел в сетку. Конечно же, не ожидал такого поворота событий Медведев. От плеча Ерохина, да, мяч в ворот влетел. Таким образом, Самара сумела забить. 59-я минута, опять стандарт и опять гол. Но на сей раз в ворота Лори мяч влетел. Новичок Ростова, игрок сборной Румынии Андрей, перепелится. Очень высоко выпрыгнул и очень точно пробил опять же в угол. И вы посмотрите, каким сильным получился этот удар. Находившийся у штанги Джани Бруно не дотянулся, не допрыгнул. Но я думаю, что винить его за это, наверное, не стоит. Очень четко пробил румынский полузащитник. Укрыли, побежали отыгрываться. Сергей Ткачев, Сергей Корниленко и Кристиан Паскуат. На замены вышли у Самары во втором тайме. И вот был шанс у Ятченко, который замыкал подачу партнера. Опять же, со второго этажа. Но мимо цели мяч пролетел. 74-я минута матча. Прекрасный шанс был у Крыльев, чтобы все-таки второй мяч забить. Удар с угла штрафной площади нанес Ибрагин Салагов. Но мяч все-таки свалился с его ноги и полетел в сторону от дворота. Контратака Ростова. 81-я минута помчался, помчался в чужую штрафную иранский нападающий Сэрдар Азмун. Вышли на замену вместо Дмитрия Полоза. Ну и прямо с ленточки защитник Крыльев Советов мяч вытащил. Вообще здесь по-хорошему можно было, наверное, остановить игру из-за того, что Азмун находился в положении вне игры. Ракурс, конечно, не идеальный, но показалось на тот взгляд, что все-таки офсайт у нападающего был. Обслужил эту встречу Сергей Карасев вместе с своей бригадой. Ну и вот как вынес мяч в последний момент уже Бато. Итог победа Ростова очень важная со счетом 2-1. Ростовчане расположились на шестом месте в турнире на таблице. Да, потому что другие были более эффективны, чем мы. Я думаю, что они не имеют больше шансов. Не совсем. Но я думаю, что это не совсем так. Но они score, и я думаю, в этом и разница. Это было боевое грешение для всех ребят, которые сегодня вступили в нашу команду. И я очень рад, что это получилось, что ребята на характере, на бойцовских качествах сумели в тяжелой очень игре добиться победы. Я их поздравляю. Неудачный старт в чемпионате, да, ведь психологически морально на команду. Это психологический пас против команды. Да, конечно, первое победу важное, но я думаю, что это было, что мы могли видеть до чемпионата. У нас очень тяжелое начало, очень сложные игры. На бумаге, конечно, только Уфа была, которая не из верхних команд. И мы, конечно, принимаем такую реальность. В обороне было совсем новое сочетание. И центральные защитники Кудряшов, Мевля, Папагуе. Какое они на вас произвели впечатление? Что скажете про защиту? Безусловно, это была наша самая сильная линия. И в силу таких больших изменений, много, безусловно, нарушений, искажений. Нужно очень много работать для того, чтобы восстановить всю целостность нашей обороны. Послушаем мнение тренеров. Конечно, прошу прощения. Иван Даниленц недавно был назначен на должность главного тренера Ростова. Пока Дмитрий Ковиченко получает лицензию ПРО. Амкар принимал на своем поле Томь в Перми. Амкар очень бодро начал этот сезон. Команда Гаджи-Гаджиев выглядит здорово. Особенно в домашних матчах. Амкар играет внимательно в обороне. Единственный матч, в котором пермики пропускали голы. Это была, я знаю, встреча с Зенитом. Тогда пермики уступили 0-3. Но в целом они играют организованно, дисциплинированно. И зачастую добывают нужный для себя результат. Состав Пермяков, Серехов в воротах заняв Джики и Дову в обороне. Милькович, Гигалаев на флангах. Шаваев, Ёвичич, Голота. Полузащита, Бодул, Агуды действовали ближе к атаке. Бодул на острие. Состав команды Валерия Петракова, Коченков в воротах, Камбаров, Враниш, Дьяков, Бордачев. Это квартет защитников. Тишкин, Чуперко, Дропа, Ковальчук. Полузащита. Самодин, Бигфалви. Группа. Атаке нападающим здесь являлся номинально. Только Самодин, Бигфалви действовал на позиции полузащитника. Пермяки на исходе получаса игры неплохую позиционную атаку провели. Заняв, навесил штрафную площадь. На подборе сыграл Януш Гол, но его удар опасным не был. Через 10 минут Томича ответили своим наступлением. Заброс штрафную площадь в направлении Самодина. Но первым на мяче был Селихов. Возможности у Самодина навязать в борьбу вратарю в этом эпизоде практически не было. По статистике матча можно сказать, что Томичи, в общем, по количеству нанесенных ударов не уступили своему оппоненту. По владению мячом тоже. Даже превзошли. Старались играть на равных. В общем, что-то даже получалось. Но, как известно, побеждает тот, кто забивает, реализует свои моменты. Салугин вышел на замену у Амкара в перерыве. Сразу после перерыва смотрите, какое чудо гол забил. На 47-й минуте метров 45. Сумел пробить так, что, я думаю, все поклонники футбола в нашей стране, конечно, были изумлены. Фантастический гол. Пока однозначно лучший в сезоне. Возможно, он будет таковым и по окончании чемпионата. Блестящий удар по невообразимой траектории. С сумасшедшей силой мяч влетел в сетку. Ворвался. И здесь никаких вопросов, я думаю, к Коченкову быть не может. И вот реакция, конечно, ликования скамейки запасных Амкара. Помимо Салугина, после перерыва на поле появился защитник Николай Зайцев, который поменял Роланда Гигалаева. Уже в концовке вышел Чуманене. И вот, пожалуйста, Амкар, вдохновленный забитым мячом, пошел забивать второй удар Дарко Бодула. Что же касается перестановок, которые делал Валерий Петраков. Валерий Петров, Касьян и Попов вышли у него на поле во втором тайме вместо Ковальчука и Тишкина. Но Амкар настолько был уверен в себе. Амкар настолько комфортно себя чувствовал на родном стадионе. Звезда на искусственном поле родной арены. Что продолжал создавать моменты. Ну и Томь, в общем, не молчала, не закрывала свои штрафные. Это, пожалуйста, одна из попыток Сибиряков забить дальний удар. Если не получалось штрафную проникнуть, можно было, конечно, издали попробовать пробить. Удар Бигфалвий не прошел. Штрафной неплохой выстрел в исполнении Лукаша Дропе. Очень талантливый голкипер Александр Сельхова. Будущее нашего футбола. Спокойно мяч из ближнего угла потащил. Бигфалвий скинул мяч на партнера. Дальше пас пяткой. Ну и дальний удар. Опять дропа. Но по исполнению задумано было, наверное, правильно и оригинально. Но, опять же, неэффективно. Еще один момент. Удар головой из предела в штрафной площади. Сам Один здесь открывался и подстраивался под непростой мяч. Но удача была не на стороне гостей. Итог победы Амкара со счетом 1-0. Минимальная, тяжелая, трудовая. И Амкар на четвертом месте в таблице. Другое впечатление, что вот этот перерыв, он все-таки сказался. И первый тайм, мне кажется, мы провели так, ну, не очень так. Вот вторая половина, мне кажется, так была чуть поинтереснее, чуть-чуть подинамичнее. Ну, а так, тяжелая для нас игра получилась. И концовка выведена. Поэтому в обороне сыграли более-менее надежно, сохранили результат. Это главное. Да, в принципе, все получалось. Получалось. Игра была до гола. И я считаю, что мы провели игру, ничем в команде хозяев не уступили. Но, к сожалению, вот этот момент, удар, который, я не знаю даже, как можно его характеризовать. Или вратарь не был готов, не ожидал. Но такие мячи, конечно, пропускать нельзя. Потом искали моменты, владели инициативой, уже пошли в Аббанк. Но не забили. Моменты были. Достаточно два момента хороших было, когда и Бехфальди мог забивать, и последний момент головой. Не помню, кто был. Поэтому считаю, что равная игра была. В Аверенбурге дебютант премьер-лиги принимал Махачкалинский Анжи. Команда Роберта и Гердакимова еще не побеждала в премьер-линии. Намеревалась свой первый успешный матч провести как раз у себя на поле, принимая команду Павла Ворба. Состав хозяев на эту встречу. Абакумов в воротах, полуяхтов Андреев, а его ли малых – это имени обороны. Померка Бамба, Георгиев, Воробьев, Коронов в средней линии. Атака Делькин играл на Острие, дебютировал в этом матче в составе новой команды опытнейший болгарский полузащитник Благой Георгиев. Ну а в целом первый тайм получился очень закрытым, как и второй, если быть откровенным. Состав команды Павла Ворба, Велинов, Вратарь, Яковлев, Лазич, Минсам, Мусалов – это защитники. И Ямбере, Гасанов играли в средней линии. Георгиевский, Обесилио, Бериши ближе к атаке. Абертан в центре нападения дебютировал в этом матче за Махачкалинский клуб. Лучший блок спортака Павел Яковлев. В резерве оказался Сергей Поршевлюк. В резерве оказался еще один новичок Шандау. В общем, приобретение достаточное количество у Анжи и состав очень сильный. Также в резерве был Ива Ильичевич. Тоже приобретение новое и очень интересное, перспективное хорватский полузащитник, который долгие годы провел в немецкой Бундеслике. Хороший момент на 33-й минуте возник у Георгиевского, который получил отменную передачу из глубины. Через несколько линий между защитниками мяч прошел. Георгиевский же, опередив Абакумова, делал пас, а не бил поворотом. Но там никто на его передачу так и не среагировал из игроков команды гостей. Делькин очень много двигался, очень много перемещался по всему фронту атаки. Забросил, иначе, на углу штрафной площади. Здесь благо его принял, продолжил передачи и на малых, которые прострелил. Но его пас оборона Анжи сумела прервать. Фрагменты второй половины встречи. Здесь была ранняя замена. Дмитрий Ефремов на 26-й минуте поменял травмировавшийся Якубу Бамбу. И вот, собственно, эпизод с участием. Ефремова неудобная передача на него пошла. Обрабатывал мяч то ли грудью, то ли плечом. Ефремов сразу после отскока мяча на выходе сыграл вратарь. Ближе к концу у хозяев на поле вышел Анзор Саная. В нападение вышел и Павел Нихайчик, экс-игрок московского «Динамо». У Анжи, Бутковский, Газимагомедов появились на поле. Ну и дебютировал его Ильичевич в нашем чемпионате. Но игра никак не раскрывалась. Ни Ильичевич, ни Саная у хозяев так и не смогли как-то очень серьезно повлиять на ход событий. Игра как была очень осторожной, так она и продолжалась до самого финального свистка. И было понятно, что матч идет до ошибки. Кто ошибется, кто проворонит какой-нибудь эпизод, тот и проиграет. Вот момент у Анжи, скидка от Бутковского на Ива Ильичевича. Удар было сложно нести акцентированный и точный, поэтому мяч пролетел намного выше. Ну и ключевой эпизод встречи. Джон Мэнса ошибся на своей половине поля в простейшей ситуации. Подарил мяч Анзору Санайе, который вышел один на один и голевой эпизод просто-напросто испортил. Сам себе его, правда, сумел создать. Сам мяч отобрал, сам прессинговал. Но потом растерялся, позволил Джону Мэнса себя догнать. И так не решился на серьезный удар. Не решил, наверное, как будет бить Санайе. Много вариантов прокручивал в голове, в итоге пробил на трибуну. Итог ничья 0-0, которая не устроила ни хозяев, ни гостей. Но у нас многое получается. Многое получается при выходе из обороны. У нас много получается при контроле мяча. И сегодня получалось. Но не хватает концовки. Но уж такие моменты, как у Анзороса, она в конце надо использовать. Так, я спешу буду наше мущество. Я, скорее всего, буду оценивать свою команду. Само же, как говорится, аж на последнюю минуту, мы это оборудовали целиком слуще. То, что касается обороны, за исключением последней минуты у нас все получилось. Но, конечно, в уточной фазе я представил, что мы будем много быстрее и быстрее. И в том, конечно, мы не были очень успешнее. Мы играем сзади в обороне, пытаемся создавать моменты и создаем эти моменты. Но не хватает немножко реализации, может быть, удачи, а может быть, немножко мастерства. Хотя мастерства у нас прибавилось с приходом блага Георгиева. Исторический матч на своем новом стадионе на арене ЦСКА проводил центральный спортивный клуб армии. Принимая на своем поле грозненский тирик, вот смотрите, какой праздничный салют предварил этот матч. Действительно, болельщики армейцев, в общем, очень долго ждали этого дня. И вот он настал. Очень много было болельщиков на трибунах. Ну, наверное, никого не удивлю, сказав, что был полный аншлаг. 26,5 тысяч зрителей пришли посмотреть на игру своих любимцев. Вот какой состав. На этот матч выпустил главный тренер хозяев Леонид Слуцкий, Игорь Кенфеев, Вратарь, Рещенников, Игнашевич, Василий Березуцкий, Фернандес. Это четверка защитников. Дзагоев в Эрблом играли в опорной зоне. Головин, Юременко и Ионов. Группа атакующих хавбеков. Ну, и трауры в нападении. Состав команды Рашида Рахимова. Городов голкипер Мухаммади, Радоуфа, Семенов, Уциев защищали свои ворота. Кузяев, Брызгалов действовали в полузащите. В центральной зоне Грузав, Иванов, Рощи помогали Ликиму Балаю в созидании. Но забился СК первым на 26-й минуте. Эффектную комбинацию разыграли Загоев, Фернандес и Трауре. И варийский форвард, наконец, забил свой первый мяч в составе новой команды. Отменную передачу здесь выполнил Аван Загоев. Дальше продолжил Фернандес. Пасом в одно касание вдоль линии ворот. Ну, а Трауре выполнял свои прямые обязанности. Открывался под передачу и замыкал ее. 38-я минута. ЦСКА удвоил свое преимущество. Опять, в общем, все те же лица на авансцене. Правда, на этот раз начал все Александр Головин. Смотрите, что он сделал. Накрутил защитника второго. Увидел Загоева у линии штрафной площади. А тот в темп этой атаке действовал. Не замедляя. Не остановившись, не подумав, сразу же на Трауре ассистировал. Ну, а высоченный форвард ЦСКА в одно касание пробивал в ближний угол. Очень мощно, без шансов для Городова. 2-0. При таком счете команды ушли на перерыв. Сразу после Аттракта у Терека на поле появились Лебеденко и Митришев. Поменяли они Роща и Грозова. Ну, а, конечно, Рашид Ракимов, наверное, был не очень доволен тем, как его команда противостоит чемпиону страны. Ну, а ЦСКА продолжил играть свой футбол. Передача Еременко на лосе, на Трауре. Городов вовремя вышел и сумел мяч кулаком выбить. Не сфалив при этом на Трауре. Вот здесь стал спиной к чужим воротам принимать этот мяч Трауре. По статистике 13 ударов в сумме ЦСКА нанес по чужим воротам у Терека. 8 ударов, 3 из них оказались точными. У Армейцев же 5 ударов в створ. Вот Брызгалов попробовал, проверил точнее на бдительность Игоря Кенфеева удар со штрафного Олега Иванова. Рикошет. И здесь Игоря Кенфеев на выходе действовал очень-очень уверенно. Отмечу, что на 45-й минуте Андрей Семенов получил желтую карточку. Андрей Семенов – это центральный защитник Терека. Получил он свою желтую за разговоры с арбитром. И совсем скоро вы поймете, зачем я об этом говорю. Зачем я об этом заговорил. Потому что... ...клучится этот вот эпизод. Семенов очень грубо встретил Александра Головина. Здесь заслуженную желтую получил за срыв опасной атаки соперника. Она оказалась для него второй. И досрочно он поле покинул. В таком случае за полчаса до конца Терек, уступая в счете 0-2, остался в меньшинстве. И было понятно, что шансов, чтобы спастись в этом матче, хотя бы ничью зацепить угронцев практически не было. У армейцев на поле на 68-й минуте вышел Зоран Тошич. Чуть позже Карл Странбек. Ну, а в самой концовке Алексей Березуцкий. Фантастический момент был у Марио Фернандеса. После очень быстрой и оригинальной комбинации вывели его на удар партнера. Здесь Еременко сделал пас на активного Головина. А тот штрафной увидел подключившегося Фернандеса. Но вратаря переграть защитник ЦСКА не сумел. Потеря. Грубейшая ошибка от Рудолфу. Мяч перехватил. От Переса, прошу прощения, мяч перехватил Роман Еременко. Ну, а Карл Странберг, выйдя один на один, здорово перебросил мяч. Через вратаря и уложил его в дальний угол. 3-0, таким образом, в исторический день. Важный день для себя ЦСКА одержал разгромную и уверенную победу. Ну, вот она реакция Рашида Ракимова, конечно. Я уверен, он был недоволен действиями Факунды Пириса в эпизоде с голом вышшего на замену. Пирис поменял Олега Иванова на 63-й минуте. И все было ясно. Единственный вопрос заключался в том, сколько забьет ЦСКА. И сумеет ли хотя бы одним голом ответить Терек. Грубая ошибка от Города. Он, опять же, не смог вынести мяч. Тошич его перехватил. Дальше пас на Странберга. Удар Странберга, удар Тошича. И на подборе, опять же, шведский нападающий. Но в этот раз забить он не сумел. В любом случае, ЦСКА победил со счетом 3-0. Набрал 14 очков после шести туров. И раскладывался на второй строчке в таблице. Ну, действительно, знаете, такой матч. Столько мы готовились к открытию этого стадиона. Многие футболисты, собственно говоря, играли. И продолжали играть только ради того, чтобы все-таки выйти на наш стадион. И была большая подготовка. И дети футболистов сегодня выводили наших ребят. Поэтому, ну, то есть, ощущение такое, что произошло что-то такое, знаете, очень грандиозное. А не просто очередной тур чемпионата России. Поэтому понятно, что в этой ситуации мы ни в коем случае не должны были ударить в грязь лицом в плане и результата, и качества игры. Но думаю, что это нам удалось. Да, в общем-то, вы правы. На самом деле никаких опасных моментов возле наших ворот не было. Но, к сожалению, все три гола, которые мы пропустили, они очень простые и очень легкие голы. Наверное, все-таки вот по этим моментам надо сказать, что есть огромное недовольство тем, как мы пропускаем эти голы, мы очень много эпизодов реагируем плохо. Мы очень много эпизодов не доигрываем. И, ну, это настораживает. А по большому счету надо сказать, что сегодня просто ЦСКА показал, что между нами на сегодняшний день есть большая разница в классе и в исполнительском мастерстве. Уфа в столице Башкортостана, футбольный клуб Уфа. Я принимал Краснодар, участника Лиги Европы от нашей страны. Уфимцы стартовали в этом сезоне очень тяжело. Правда, одну победу в пяти турах все-таки одержать сумели и планировали доставить серьезнейшие проблемы фавориту матча к Краснодару. Состав команды Виктора Гончаренко. Андрей Лунев в воротах, Тумасян, Никитин, Васин в обороне. Стоцкий, Сухов действовали каждый по своему флангу. Обляков, Игбун, Засеев, Ваник – это полузащита. Абдулавов на острие. Под проливным дождем проходила эта встреча. И, понятное дело, что было крайне непросто созидать, крайне непросто комбинировать. А Краснодар – команда, любящая играть внизу. Здорово. Федор Смолов просочился между двумя защитниками. Ворол в штрафную, пробил, но не опасно для Лунева. Состав команды Олега Кононова. Критюк – вратарь. Калешин, Мартунович, Налдык, Петров – это защитники. Куасси, Газинский, Лаборде – трио. Хавбеков, Ари и Подберезкин Смолов действовали в передней линии. Понятное дело, что Краснодар иголался преимуществом. Краснодар создавал моменты. Краснодар создавал моменты. Удар Смолова из предела штрафной площади. Убрал он здорово здесь. На одном движении защитника вторым касанием пробил. Но не без труда мяч этот потащил голкипер. Сразу после дождя выглянуло солнышко. И, конечно, это не могло не радовать футболистов Краснодара, которые большую часть времени взламывали оборону хозяев. Еще один удар Смолова, который только в первом тайме минимум три раза угрожал чужим воротам. Фрагмента второй половины встречи. Пас из глубины на того же Смолова. Федор развернулся и пробил из-за предела штрафной площади. Мяч полетел выше в сумме. Краснодар нанес 12 ударов по воротам соперника. Уфа четырежды приближалась к голу, скажем так. Четыре удара нанесла. Шесть ударов в створ у Краснодара и всего один у хозяев. Замечательный эпизод возник на 64-й минуте. И фантастический сейв продемонстрировал Лунев. Вы посмотрите. Удар со второго этажа. По уходящей траектории от вратаря мяч летел. И как он вытащил, обил Лаборде. Еще один шанс. Опять Лунев. Опять из-под перекладины мяч достает. 91-го года рождения Андрей Лунев. Для него этот матч оказался первым в сезоне. Краснодар в итоге забил на 72-й минуте. Но из положения вне игры. Который зафиксировал боковой. Владимир Сельдяков работал на этом матче. Вместе с своей бригадой. И вот, пожалуйста, эпизод с офсайдом. Действительно. Он был. Федор Смолов уже после свистка мяч в ворота. Он направлял. Опас на него делал такой очень зрячий куаси. 80-я минута. В этом эпизоде на газоне оказался Калешин. После того, как передачу на него сделал партнер. Боролся за мяч Калешин с Васиным. И оперировал здесь к арбитру. Ну, возможно, какое-то движение рукой Васин сделал. Действительно положил свою руку на плечо Калешина. Но арбитр не посчитал, что этого достаточно для назначения. 11-метрового. Редкая атака у Уфы. Подача ударом не завершилась. Мамаев, Маурисию Переродил, Ахмедов вышли на замену у Краснодара. В втором тайме у Уфы. Кротов, Хекинда Фатай и Марсинио появились ближе к концу. За 6 минут до конца был шанс у Уфы, чтобы неожиданную победу одержать. Всего же на замену Марсинио нанес такой дальний удар. Полуудар, полупрострел, скажем так, обводящий такой удар. Но мяч пролетел мимо. Итог, нулевая ничья Мачуфы и Краснодара. Ну, в первую очередь, Уфа нам предложила игру от обороны. И, конечно, вскрыть не так просто команду, когда она вся играет в отборе мяча и проводит только контратаки из двух-трех человек. Поэтому, конечно, здесь очень важен каждый момент, который есть у нас перед штрафной площадью. И здесь нам не хватило, конечно же, точности исполнения именно завершающей стадии. Прежде всего, сегодняшняя игра стала венцом работы, которая была проделана во время паузы. Вот в этом смысле, если ее оценивать, насколько вы довольны? Ну да, конечно, нам игры с «Зенитом» и «Оренбургом» помогли, чтобы хорошо к этой игре подготовиться. Но все равно, в целом, хотелось бы, чтобы мы при своих болельщиках на своем поле гораздо более активно играли. Я имею в виду, что, в первую очередь, первый тайм, потому что его просто хочется вычеркнуть, где мы играли очень замкнуто, очень закрепощенно. В результате мы не переходили, по сути дела, в центр поля. Это не нравится. Второй тайм, конечно, мы пробовали более активно сыграть. Ну, где-то на моменты не удавалось, где-то не удавалось. Ну, и надо, наверное, все-таки отметить удачную игру нашего вратаря, потому что, ну, выйти в первой игре в чемпионате и так хорошо сыграть, наверное, тоже стоит отметить. В центральном матче тура «Спартак» играл с «Локомотивом». Московское дерби проходило на открытии арене. «Спартак» подошел к шестому туру в качестве лидера чемпионата. На короткое время «Красно-белых» обошел ЦСКА, но он свой матч провел раньше. Ну, и Юрий Семин на свой второй матч вышел в качестве главного тренера «Локомотива» после своего возвращения. На восьмой минуте «Спартак» создали первый по-настоящему голевой момент после розыгрыша стандартного положения. Свою команду выручил Гильерме. Но в продолжении этого эпизода еще один заброс штрафной случился. Здесь Зелуиш столкнулся с Гильерме уже после того, как дал кипер железнодорожнику в мяч в руках зафиксировал. Ну, а удар Бакетти стоит отдельного разбора, стоит вашего внимания. Гильерме, конечно, был хорош. Ответ «Локомотива» у ближней штанги подкараулил эту подачу Бакетти. Состав хозяев ребров в воротах Камбаров, Дмитрий Бакетти, Кутепс, Маурисио, четвертозащитников. Маурисио – новичок Спартака, вышел в стартовом составе. Зоблин, Глушаков, Ромоло, Промес – это линия полузащиты. Полузащита, где Промес активно, конечно, помогал нападению. Попов действовал в оттяжке. Зелуиш на острие. Ну, по большому счету, конечно, Попов, Зелуиш, Промес – это футболисты атакующего плана. Такое сочетание выбрал на этот матч итальянский специалист Массимо Каррера. Спартак играл активнее в первом тайме. Вот еще один удар в исполнении Зелуиша. Состав команды Юрия Семина, Гильерма Вратарь, Шишкин, Чорлок и Пенчинович Денисов работали в обороне. Коломейцев, Денисов в полузащите. Сомедов, Верончок, Майкон больше отвечали за созидание. Ну, а Хинцев на острие атака локомотивов действовал. Потрясающий по красоте мяч. Спартаковцы забили в середине тайма на 25-й минуте. Евелин Попов, который выдающийся матч выдал в составе своей сборной. Болгарии в отборочном цикле. Болгарии с огромным трудом удаляли Люксембург. Попов забил один из четырех мячей ворота соперника. Ну, а здесь с 12 метров головой пробил. Но именно он начал эту атаку. Обратите внимание, пас Шведой в направлении Промеса. Тут мяч обработал, притормозил, раскрутил защитника, набросил мяч параллельно воротам. Ну, и Попов здорово рыбкой прыгнул и что-то в матче открыл. Такое развитие событий, а именно гол Спартака выглядел. Ну, в общем, очень логично. Красно-белые играли лучше своего соперника. Только время от времени локомотив огрызался. Вот, пожалуйста, один из эпизодов. Самедов открывался на позиции нападающего под передачу партнера, но не дотянулся до мяча. Ну, и защитник, отметим, ему, конечно, активно мешал. За 10 минут до конца первого тайма еще одну скоростную атаку провел Спартак. Зелуиш скинул мяч на Попова, но его удар заблокировали защитники. Но на подборе действовал Камбаров и пробил. Гильермо так сразу, сходу мяч фиксировать в своих руках не сумел. В итоге Спартак заработал угловой. Сразу же, ну, буквально через минуту-полторы, Спартак опять быстро вышел из обороны в атаку. Зелуиш набрал хорошую скорость, сделал пас на промеса, но тому помешал по-настоящему пробить Пейчинович. В перерыве Юрий Семин поменял Александра Самедова, выпустил вместо него Тарас Михаликов, футболиста оборонительного плана. Понимал, конечно, Юрий Семин, что обороны его команды не выдерживают натиска соперника, и нужно укрепить эту линию. Миранчук здорово выиграл борьбу на фланге у соперника, пробил мяч, угодив Кутепов, ушел за лицевую линию. На 78-й минуте Спартак провел, собственно, атаку. Промес провел с левого фланга изначально перед матчем, говоря о том, что у Промеса повреждения на поле он не появится, но он вышел с первых минут и был одним из лучших на поле. Стала вторым голевой передача. У Спартака во втором тайме Мельгареха, Ташчи и Утин на поле вышли. И, в общем, Артина не испортили. Хороший шанс возник у Локомотива. Здесь длинная передача от Пинчиновича прошла. Верховую борьбу выиграл новичок Локомотива Портнягин, который скинул мяч на Касаева, ну а тот сумел уйти от одного защитника, пробил, но его удар сумели накрыть защитники. Потрясающий момент здесь возник у Черлуки. Еще один удар нанес. Бал вот его Миранчук, но Спартак играл очень самоотверженно в обороне. Здорово здесь действовал Ребров, ну и вся команда, обратите внимание. Ответ Спартака стандарт и попадание мяча в перекладину. Фиксируем Зелуиш. Очень высоко выпрыгнул в своем стиле. В дальний угол переправлял мяч, но не судьба была ему, видимо, забить в этом матче. Мельгареха. Берем мяч на левый фланг, на промеса. Тот играючи ушел от Шишкина, пробил, но для Гильермо этот удар оказался берущимся. Итог. Победа Спартака 1-0, но у Лока был шанс еще в концовке ничью вытащить для себя. Коломейцев помогал команде в нападении, подкорректировал его передачу игрок Спартака. Дальше Михалик прострелил, но там на Портнягина сразу несколько защитников набросилось, и шансов, по сути, переправить мяч в ворота у бывшего игрока Рубина не было. Опять же, отмечаем то, с каким желанием оборонялся Спартак и вообще двигался, перемещался по всему полю. Итог. Победа Спартака 1-0. Красно-белый лидирует в чемпионате после шести туров. Мы знали, что это будет трудная игра, как и все дерби, впрочем. Мы должны сделать мета на батаре, это была была победа. Вы хорошо боролись на протяжении всей игры? Белый игрок, мало. Это было мало, но это было мало, но это были дерби. С обеих сторон было мало хорошего футбола, но это дерби. Для нас было очень важно выиграть сегодня, чтобы продолжать расти. У нас очень мало времени, чтобы праздновать. У нас через пять дней следующая игра, поэтому мы должны работать усердно, чтобы продолжать. Не удалось победить. Мы проиграли первый тайм. Первый тайм проиграли очень много единоборств, особенно в средней зоне, где Спартак действовал более агрессивно. Но а так, я считаю, что это был совершенно равный матч. Мы в втором тайме не смогли отыграться. Спартак свой шанс использовал. Я думаю, что это был очень хороший футбол для болельщиков. Очень динамики много. Много было единоборств. На мой взгляд, судья правильно судил, давал играть и с одной, и с другой стороны. Поэтому матч получился, я думаю, для болельщиков очень-очень интересный. Санкт-Петербургский «Зенит» отправился в гости к Тульскому «Арсеналу» в рамках шестого тура «Росгострах» чемпионата России по футболу. После пяти игровых недель у «Зенита» было всего две победы. На счету три ничейных результата. И, конечно, команда «Мирчилл» и «Ческо» намеревалась набрать три очка в непростом выезде. В Туле футбол любят, а, как правило, заполняют местный стадион. На этом матче было 18 тысяч 200 человек. Состав. Давайте с гостей начнем. Ладыгин в воротах. Смольников, Нету, Криши, Тожирков действовали в обороне. Жуляно, Гарсия, Вицель. В полузащите Кокорин, Дзюба, Шатов. Нападение. Состав команды Сергея Павлова. Фельцов, Вратарь, Горбанец, Горбатюк, Денисов, три защитника. Они действовали в центре. Тесок, Браун, Форбс. На флангах. Рыжков, Шишуков, Берхамов. Полузащита. Оппаев, Власов в атаке. Оппаев на остре, Власов чуточку в оттяжке. Тинит открыл счет на 18-й минуте. Александр Кокорин спаса. Олега Шатова очень хлестко и точно пробил. Но его здесь не встретили защитники. Да, не помешали также и опорники. Ошибся Рыжков. Но вот к чему это все привело. Точнехонько такой бильярдный удар нанес Кокорин. Фельцову было тяжело до этого мяча дотянуться. В притирку со штангой пробивал Александр. Он не был вызван в сборную России на товарищеские матчи. Возможно, это как-то задело нападающего. Вот так он свой первый гол в этом сезоне в чемпионате забил. На 21-й минуте Тулики сумели создать свой момент. Хазер Апаев боролся вверху с защитником. Выпрыгнул высоко. Но мяч после его удара пролетел только рядом с дальней штангой. На 38-й минуте Вицель мяч перехватил. Сделал пас на Жулиано. Тот штрафной. Дзюба 0-2. Артем Дзюба после повреждения вышел на поле. И смотрите, как эффективно распорядился мячом, находясь уже в штрафной. Бил на точность, а не на силу. И оказался прав. Жулиано записал на свой счет голевую передачу. Вообще очень результативно начинает в новой команде Жулиано этот сезон. На его счету перед этим туром было три забитых мяча. Голевая передача оказалась первой. Но он еще о себе напомнит. Фрагменты второго тайма Дзюба. Показал себя как диспетчер. Сделал пас на Жиркова. Тому удалось перебросить мяч через вратаря. Там был, конечно, рикошет. Но прямо с ленточки мяч сумели вынести защитник. Здесь был офсайд у Роберта Мака высшим на замену. Но пассивный. Поэтому игру арбитра и не остановил. Мак вышел сразу после перерыва. Вместо Шатова на поле. Чуть позже появился новичок «Зенита» Иван Новосельцев. Ну а ближе к концу вышел и Александр Киржаков. У Тулы на 27-й минуте случилась замена. Первая горбанца поменял Беляев. После перерыва вышел Игорь Горбатенко вместо Рыжкова. Ну а за полчаса до конца Фримпонг. Больший игрок Уфы. Больший игрок лондонского арсенала. Теперь тульского арсенала. Уникальный игрок Фримпонг. Наверное, единственный в мире, который поиграл за два арсенала. На Фримпонг же поменял Катимир Иберхам. 66-я минута. Мак получил мяч на фланге. Убрал мяч под траву и ногу. Сместился в центр. Пробил. И как. Потрясающий мяч. По красоте. Все свое мастерство вложил в этот удар Роберт Мак. Бывший игрок греческого Паука. Участлив чемпионата Европы в составе сборной Словакии. Новый игрок в нашем чемпионате. Новое имя. В свое время Мак очень неплохо выступал в немецкой Мундеслиге. Эпизод с участием атакующих игроков Тульского арсенала. Здесь со второго этажа пробивал Олег Власов, который затаился за спинами игроков Зенита. Но Ладыгин спокойно мяч в руки забрал. Правильно выбрал позицию. Ну и прыгать даже особо не пришлось. 84-й минута. Киржаков перевел мяч с правого фланга на левый. Дзюба мяч обработал. Сделал пас на ход Джулиана. Ну а тот голевой передачи приплюсовал еще и гол. Очень так легко здесь разобрался бразилец. Спокойно, без лишних нервов. Опять же, изысканно пробив в дальний угол. Без шансов для Фельцова. Дзюба. Гол голевая. Джулиана гол голевая. Вот так вот результативно отыграли футболисты линии нападения самокатербургской команды. 0-4 к 84-й минуте. И хотелось, наверное, всем болельщикам Зенита, чтобы забил еще и Александр Киржаков. Ветеран и легенда клуба. Ну вот Александр заработал пенальти сам. И сразу же сказал партнерам «Я пробью, ребят!» И никто из товарищей по команде не перечил. Тирану клуба. Никто не стал спорить. Контакт здесь с защитником был. Александр подошел к мячу из лучших нападающих российского футбола. Легко отправил мяч под переклади. Но этот гол стал первым для Александра в матче с Самкаром. Напомню, в прошлом туре Киржаков на 89-м минуте сделал голевую передачу. А в этом матче на 89-м он забил. Вот так. Он доказывает всем скептикам, что он нужен команде. Участливый на него рассчитывает. Итог. Крупная победа Зенита. С самого начала матча мы играли очень внимательно. И с первой до последней минуты контролировали ход встречи. Мы регулярно создавали опасные моменты. И хорошо, что сегодня получилось их реализовать. Я хочу излить с предболельщиками в полный стадион. И мы не смогли сегодня вязать даже борьбу. Но мастер-класс хороший. Я думаю, хорошие ученики мы сделаем его из этого матча. Начал Арсенал очень здорово. Первые 15 минут казалось, что все должно пойти достаточно ровно. Что потом произошло? Да нет, есть такое слово игровая дисциплина. И в ряде позиций мы просто допускали грубые ошибки. Но сегодня Зенит был сильнее. Другое дело, мне бы хотелось, чтобы мы по-другому играли. У нас игра в атаке не получилась совсем. Сюжет отсутствия тех форвардов, которые у нас были. Мы заново пытались формировать. И у нас неудачно. Жалко просто болеть, что мы не смогли побороться. Вот это... Вспоминая начало чемпионата, я очень жалею, что в первых играх в нашем составе еще не было Жулиано. Он изменил многое. В последней игре с туром в Казани на стадионе Центральный Рубин принимал Кеннербургский Урал. Рубин, в общем, стал одним из разочарований старта чемпионата. Команда после пяти туров не имела в своем активе побед. Трижды сыграв ничью, дважды уступив. И, конечно, многие уже стали поговаривать о возможной отставке Хави Грасси, испанского специалиста, который только начинает российский этап своей карьеры. Ну, и Рубин, конечно, с огромным желанием вышел на матч после перерыва, связанного с матчами сборных. Вот уже хороший момент сумели казанцы создать на 14-й минуте. Очень сильный удар дальний нанес Камболов. Но голом он не завершился. В середине тайма Рубин продолжил играть агрессивно. На хороших скоростях удар нанес Рубен. Рачин и мяч прилетел мимо. И вот в таком ключе с преимуществом хозяев первый тайм и проходил. На 29-й минуте случился гол, который на счет свой счет записал Александр Новиков, защитник Урала. Ну, это был... Как мяч, как понимаете, был забит в собственные ворота. Подачу с углового исполнял Рачина на ближнюю штангу. Скидка. И вот здесь в борьбе с защитником так получилось, что Новиков сам протолкнул мяч в ворота. И Серкио Санчес боролся. Канунников. Состав Рубина на этот матч. Команда Хави Грасси, Рыжиков вратарь, Набиолин, Самбрано, Санчес, Бауэр. Это четверка. Оборонцев, Камболов, Александр Сонг работали в средней линии. Ткачук, Жонатас, Рачина. Канунников. Это группа атаки. Состав команда Вадима Скрипченко, Урала. Хороший момент здесь обратить внимание. Ткачук не использовал. Арапов вратарь, Нойков, Фонтанелло, Динга. Три защитника. Кумаков, Данцев работали на флангах. С кем была у Урала очень вариативной. Фидлер, Емельянов, Коробов. Полузащита, Лунга, Павлюченко, линия нападения. Роман Павлюченко вышел с первых минут. Не всегда с ним это происходит. Хороший момент. Здесь возник еще один у хозяев уже во втором тайме. Удар со второго этажа. Но хорош был молодой Дмитрий Арапов. Смотрите, как уверенно Бауэр себя чувствовал на фланге. Пробросил мяч мимо соперника. Пробежал в лицевую. Прострелил еще один удар с предела штрафной площади Жонатаса. К точным не вышел. Феноменальный по красоте мяч забил. Денис Ткачук, который до этого не использовал несколько верных возможностей. Передачу на него сделал Рубен Рачино. Но здесь мы, конечно, отмечаем качество удара. Ну, Рачино многое сделал. Действительно, мяч отобрал, двоих накрутил, сделал пас. Рубен Рачино опытнейший футболист, который в самых разных командах испанского чемпионата поиграл. И очень техничный, очень умный. И посмотрите, как он здесь разобрался. Ну, а Ткачук исполнил так, что, я думаю, вопросов здесь к Дмитрию Арапову быть не может. Обводящий. Классный удар. Кончиками пальцев Арапов мяча коснулся, но не более того. Еще один момент возник на 72-й минуте у высшего на замену Максима Листьена, бывшего игрока ПСВ. Красиво перебрасывал мяч через голкипер, но в последний момент все-таки вынести мяч сумели защитники. Еще один эпизод у Листьена. Здесь он уже не простил ураль. Обыграл вратаря и направил мяч уже в пустые ворота. Автором еще одной голевой передачи стал Рубен Рачино. Листьен новичок Рубина вышел на замену 67-й минуте вместо Жонатаса. Сразу после него на поле появились Жамлединов уже в самой концовке Бурлак. У Урала же в качестве усиления выходили Чентурия, Жуков и Павленко. Но никто из них так хорошим повлиять на то, что происходило на поле не сумел. 87-я минута подача от Данцева Роман Павлюченко свой 102-й гол в карьере забил. Один из лучших бомбардиров в истории нашего футбола Роман Павлюченко. Здесь не было никакого положения вне игры. Что интересно, Павлюченко находился в окружении двух защитников. Тем не менее, именно он был первым на мяче. Именно он пробил и таким образом размочил счет. Второй гол для Павлюченко в чемпионате сезона 16-17. Свой первый он забил в стартовом туре против Уфы. Ну и порадуемся за Романа, но и за Рубин, который одержал свою первую победу в сезоне. Да, я думаю, тут не о факторах нужно говорить, а надо говорить в целом, то, что соперник по многим компонентам превзошел нас. В первом тайме 21-х минут у нас абсолютно не было контроля мяча. Ребята вроде вышли с хорошим таким настроением на эту игру и чувствовался этот настрой. Но то ли вот этот импульс, который у них был, они не смогли успокоиться. Мы две передачи и потеря, две передачи и потеря. И соперник почувствовал игру на контроле мяча, стал создавать моменты. Но во втором тайме, конечно, после пропущенного мяча со стандартного положения, мы попытались все-таки каким-то образом найти свои моменты, чтобы эту игру вернуть в ничейное русло, по крайней мере, сравнять счет. Но, к сожалению, быстрые оказались футболисты у Рубина. Они путем замены усилили игру. И, конечно, те голы, которые мы пропустили, это серьезные прорехи в нашей обороне. Игра получилась цельной. У нас было много моментов, надо было их реализовывать. Мы могли и раньше упрочить наше преимущество. Ну а второй мяч и последующий за ним третий определили исход игры. Еще раз давайте вспомним, какими получились матчи шестого тура. Ростов дома обыграл крылья Советов. Амкар оказался сильнее Тами на своем поле. Оренбург, Анжил, Фак, Раснодар, голов не забивали. ЦСКА разгромил Терек на своем новом стадионе. Спартак в дерби переграл Локомотив. Синит уничтожил Арсенал на его поле. Ну и Рубин одирал свою первую победу в сезоне. Турнирная таблица возглавляет ее Спартак после шести туров. Давненько такого не было. 16 очков, 5 побед, одна ничья, ноль поражений у красно-белых. ЦСКА на втором месте с 14 баллами, Зенит на третьем, с 12. Вот эти три команды пока идут без поражений. Нижняя часть таблицы на самом дне крылья Советов с двумя очками без побед. Оренбург на 15 месте с четырьмя очками тоже без побед. Чуть выше Томми Уфа. Таким получился шестой тур. Ну а мы заглядываем в седьмой на следующей неделе, ну уже на наступившей, да, ближайшие выходные. Спартак на выезде сыграет с Оренбургом, Томм примет Арсенал, Урал встретится с Анжи, Терек сыграет с Амкаром, Локомотив примет у себя Уфу, Крылья Советов встретится с ЦСКА, Краснодар примет у себя Ростов, ну а Зенит встретится с Рубиным. Обзор шестого тура. Для вас озвучила Вин Керимов. Спасибо вам за внимание. Любите наш футбол, смотрите наш футбол. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова